Шалом! Иногда можно услышать, что христиане совершили подмену. Какую именно? А вот какую. Вместо того, чтобы призывать людей обратиться в веру самого Ешуа, то есть в иудаизм, они изобрели новую веру, веру в Ешуа или христианство. То есть, что они сделали из Ешуа объект веры, в то время как на самом-то деле он лишь пример верующего человека. А объектом веры должен быть только Бог, тот самый Бог, в которого верил Ешуа. Конечно, с одной стороны, это отрицание божественности Ешуа. Если Ешуа просто человек, то верить в него, то есть полагаться на него и слушаться его, это что? Это идолопоклонство. Что, собственно, ортодоксальный иудаизм и утверждает, что христиане и мессианские евреи по сути своей являются идолопоклонниками, потому что поклоняются наряду с Богом человеку. Но сегодня речь о другом. Речь о том, что большинство последователей Ешуа считают его Богом, но не примером для подражания. Они, конечно, говорят, что верят и в его человеческую природу наравне с божественной, но вот эта вера чаще всего остается головной. Что я имею в виду? Возьмите пророка Ильяху, или, как мы его привыкли называть, Новый Завет ставит его в пример для нас, говоря, или был человек, подобный нам. Такой же человек, как мы, другими словами. Помолился, не было дождя три года. Еще раз помолился, пошел дождь. Какова ваша первая реакция на это? Вы верите, что Господь Бог слышит ваши молитвы, так же, как молитвы Ильяху? Вы искренне думаете, что находитесь в одной весовой категории с ним, духовной весовой категории? Большинство из нас, слыша вот эти слова о том, что он был такой же человек, как мы, если уже не буквально, то внутри себя закатывают глаза к небу. Слыша вот все эти слова, описания, рассуждения, мы про себя думаем. Ага, сейчас такой же человек, как мы. Классный ты сказочник, дядя. Где Ильяху и где я? Да, если мы так думаем об Ильяху, то о том, чтобы равняться на Ишуа, и речи быть не может. Впрочем, тому есть, на первый взгляд, очень солидная богословская причина. Если Ишуа — Бог, то мы принципиально не можем стать такими, как он. Мы принципиально не можем даже приблизиться к его стандарту жизни и служения, ведь иначе мы сами станем маленькими богами. Что, поклоняться самим себе? Даже думать не будем в эту сторону. Мы — бедные грешники, помилованные Богом и усыновленные им. С нас вполне хватит того, что нам простили грехи. А если Бог время от времени подает признаки жизни, отвечая на какие-то из наших молитв, это уж вообще замечательно. Но мы и без этого благодарны вовек за великое спасение, дарованное нам. То есть, за место в раю. Я уважаю тех, кто так смотрит на вещи, но, как вы понимаете, не разделяю этот взгляд. Ведь он фактически исключает из серьезного рассмотрения все, что Новый Завет говорит о нашем уподоблении Ишуа. Я проведу лишь некоторые высказывания, которые придется просто игнорировать, если держаться такого взгляда. «Научитесь у меня, — говорит Ишуа, — ибо я кроток и смирен сердцем. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Имейте веру Бога». Обратите внимание, веру не в Бога, а просто веру Бога. «Веру самого Бога имейте», — присылает нас Ишуа. Павел пишет, «Подражайте мне, как я подражаю Мессии». Мы имеем ум Мессии. Пусть мысли и чувства ваши друг к другу будут у вас, как у Христа Иисуса. Я не могу сказать то, что говорит о себе Павел, и я еще не научился любить врагов и двигать своей верой горы. Я также не осуждаю за это ни себя, ни других, кто еще далек от этого всего. Я просто спрашиваю, если Ишуа не является нашим примером для подражания, то что делать с этими стихами из Нового Завета и еще с многими другими? Ишуа был еврей. Его вера, безусловно, была верой Израиля и верой в Бога Израиля. Но давайте проведем четкое разграничение между верой как религией и верой как личными взаимоотношениями с Богом. Если вера — это религия, то, конечно же, Ишуа ничем не отличался от массы своих еврейских современников. Как и они, он ходил в синагогу по шаббатам, праздникам, молился там вместе с ними теми же самыми молитвами, соблюдал те же самые заповеди, Торы и так далее. Но если вера — это личные взаимоотношения с Богом, то он очень резко отличался от большинства евреев. Он доверял Богу настолько, что мог спать в лодке во время шторма. Спать крепким сном. Его пришлось будить. Его молитвенный ритм, судя по Евангелиям, был намного более интенсивным, чем три стандартных еврейских молитвы в день. Он говорил о том, что осознанно и буднично сотрудничает с Богом во всем, что делает. Одним словом, он был совершенно уникальным. При этом он позиционировал себя не как мессия, а как учитель. Другими словами, он был окружен не поклонниками и не фанатами, а учениками. Он обучал этих учеников, то есть передавал им то, что знал и умел сам. И перед своим вознесением он поручил им производить во всех народах также учеников, а не просто верующих. Ученики, по его собственному определению, стремятся освоить ремесло или мастерство своего учителя, то есть стать как он. Я за веру в Ешуа. Но вера в то, что он Господь, подразумевает исполнение всего, что он сказал. А для этого нам понадобится верить не просто в Него, как в Господа, стоящего на недосягаемом высоком пьедестале, а еще и как в пример для подражания. То есть верить в Бога так, как верил в Него Он. Иметь качественно такие же отношения с Богом. И это возможно. Почему? Потому что Ешуа реалист. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-media.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова